Эфир телеканала ННТ, продолжают новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, и вот о чем мы расскажем в выпуске. Если старшие не дают, можно забрать у младших. Видимо, так считает подросток из Хасавьурта, который вымогал деньги у ученика младших классов. Чем все закончилось, расскажем в начале выпуска. Очередь за яйцами на главной площади Махачкалы. Масштабной ярмаркой отметили в Дагестане День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Притесненные на родине, свободные в гостях. Муфти Дагестана Шейх Ахмад Афанди принял у себя беженцев из сектора газа. В сети распространилось видео, снятое в одной из школ Хасавьурта. На кадрах подросток бьет ученика младших классов и вымогает у него деньги. По поручению главы города Хасавьурта в образовательном учреждении уже назначена служебная проверка. Кроме того, помимо вымогателя и его соучастника, также к ответственности будут привлечены должностные лица, допустившие инцидент на территории школы, сообщили в мэрии города. Данным случаем заинтересовался и Следственный комитет по республике. По данному факту, Следственному управлению МСК России по республике Дагестан инициирована процессуальная проверка, направленная на выяснение причины и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Чуть позже подросток был доставлен в участок полиции, где он рассказал свою версию произошедшего. Ну а теперь перейдем к главному событию дня. Прямой линии главы Дагестана Сергея Меликова, который ответил на проблемные вопросы жителей республики. Общение в онлайн режиме продолжалось несколько часов. За это время глава региона ответил на десятки обращений по проблемам экологии, ЖКХ, энергоснабжения, сферы занятости населения и озвучил приоритетные направления развития региона. Особое внимание власти будут уделять развитию агропромышленного комплекса. В день работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности эта тема не случайно была озвучена в самом начале эфира. Мы сегодня на совете приняли решение в первом квартале следующего года на отдельное мероприятие, вероятнее всего это будет конференция, которая будет предполагать наличие круглых столов, обсудить вопрос подготовки кадров как низшего уровня, среднего звена, так и высококвалифицированных специалистов в наших вузах. Мы иногда думаем, что для нужд агропромышленного комплекса у нас готовят специалистов только лишь сельскохозяйственные университеты. Это не так, потому что и университет народного хозяйства, и наш технологический вуз тоже способны готовить высококлассных специалистов по потребностям, которые мы сегодня должны обозначать. У нас, к сожалению, сегодня подготовка специалистов отстает от тех запросов, которые развитие агропромышленного комплекса предполагает. Подробности прямой линии главы республики смотрите в наших следующих выпусках. Ну а сам день работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Дагестане отпраздновали с размахом. Часть мероприятий прошла на центральной площади Махачкалы. Здесь развернулась выставка ярмарка сельскохозяйственной продукции, которую можно было приобрести по выгодным ценам. Но не только это заинтересовало посетителей. В продолжение темы сюжет нашего корреспондента Салии Магомедовой. На выставке и ярмарке можно найти продукцию на любой вкус. Молоко, мясо, колбасные изделия, фрукты и овощи. И это далеко не весь ассортимент представленных продовольственных товаров. Всего было много, но особый спрос на яйца. Здесь очередь из желающих приобрести хотя бы один лоток за 350 или 375 рублей. Цена выгоднее, чем на рынках и в супермаркетах. Там она в последнее время доходила до 450 рублей. Купил сушеного мяса, яблоки. Очень по приличной цене. Очень красиво, добротно. Побольше таких ярмарок надо проводить у нас. Свои товары в честь дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности представили 22 муниципалитета Дагестана. По дворе Кизлярского района украсила мельница и фотографии заслуженных тружеников. Здесь в основном продавали рис. Сегодня республика чествует тружеников села. Аграрии Кизлярского района тоже участвуют. И привезли свои достижения в сельском хозяйстве. Сегодня мы представили свой рис, потому что Кизлярский район является лидером по производству риса в республике. Гармонично вписались в ярмарку серебряные украшения, керамические изделия, джурабки и платки. Общую картину праздника удачно дополняли и блюда национальной кухни. Черный чай с чабрецом и сладостями, а также плов. Правда, приготовление традиционного для таких событий угощения заняло много времени. Ну и какой же праздник без развлекательной программы с виду обычное выступление творческого ансамбля имеет смысл, известный далеко не каждому. Таким способом в старину юноши могли выбирать себе невест. Под присмотром старших девушки выполняли определенную работу, а парни пели для них. Это кумыгская традиция, которая называется булка. Иногда делали из кукуруза булка, иногда делали из шерсти булка. Чулки делали, ковры делали, постели делали, одеяло делали. Когда девушки замуж выходили, им давали одеяло. Официальное открытие прошло с участием главы Дагестана. Сергей Меликов наградил наиболее отличившихся работников и ветеранов сельского хозяйства. Он в первую очередь поблагодарил их за ежедневный труд. Работать на полях и фермах, в небольших хозяйствах и крупных перерабатывающих предприятиях всегда нелегко. Особенно в нынешних условиях, когда приходится проходить через непростые испытания. Но при этом сегодня на земле живут и трудятся настоящие патриоты России. А посредством видео моста в Кизлярском районе открыли молокоперерабатывающий завод и комплексную компактную застройку. Но и это еще не все. Организаторы мероприятия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана дополнительно собрали более 26 тонн продовольственной продукции. Ее отправят в зону СВО, семьям погибших бойцов и социальным учреждениям республики. Салия Магомедова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди принял у себя беженцев из сектора газа. Напомним, в Дагестане граждане Палестины находятся уже четвертый день. Они прибыли в регион несколькими группами и размещены на одной из баз отдыха, где обеспечены всем необходимым. На встрече присутствовал и наш корреспондент Хамза Нурмагомедов. Ему слово. Муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди тепло встретил палестинцев у себя дома. Они рассказали о ситуации в секторе газа, о том, что видели своими глазами и как оказались на дагестанской земле. Многие из них – врачи, которые в свое время учились в России и получили здесь второе гражданство. Слава дагестанскому народу. Слава дагестанскому народу, дагестанскому президенту. Конечно, всегда говорим спасибо Российской Федерации, господину Бутину и спасибо Аллаху. Алхамдуллах, Раббил Ааламин. Алхамдуллах, говорим на арабском языке. Алхамдуллах. Тобран, сегодня, когда сказали нам, вы пойдете к муфти, вы знаете, муфти для нас – это очень важный человек. Мы благодарны вам, мы очень рады, что вас видели. Это такой момент для нас, он такой, понимаете, эмоциональный, духовный. Мы в основном из Юрсалима, из Тель-Авива, из Хеврона, Аш-Дуд. То есть это города, которые раньше наши родители там жили. А в 1948 году, как война пошла, мы оттуда ушли в газу и в западный берег Иордании. Поэтому, получается, 70% народа, которые живут в газе, они беженцы. Поэтому, вот поэтому они хотят вернуться к дому. Даже не домой не дают вернуться, и газы даже не оставляют жить спокойно и мирно. Мы приехали к своим братьям, дагестанцам и мусульманам. Мы братья, поэтому мы читаем себя тоже дома. И благодарность тоже муфти, шейх Ахмад, баракаллафик. И жазаку Аллаху хайр. И шукурал лекум. Баракаллафик. Шейх Ахмад Афади выразил надежду, что в скором времени на священной земле Палестины наступит мир. Духовный лидер отметил, что дагестанский народ всегда готов протянуть руку помощи по мере своих возможностей. Сегодняшняя наша встреча, мое приглашение вас ко мне домой, это знак уважения к вам. Я бы мог вас принять в каком-то ресторане, в хорошее месте. Ну, где я живу, где я с людьми разговариваю, именно здесь я вас принял. Просто показать, что за вас я переживаю. Мы все время, с первого дня, что в наших силах было, мы молились, просили Всевышнего. И вот второй час материально подержать. И на кулуба байна испаайна мин ассаби и рахман же говорят. Их сердца Аллах, когда Он примет наши мольбы, Он перевернет вот так. Наше нужное русло, чтобы и войну прекратили, и в дальнейшем у них сердца смягчились, чтобы они, мирных людей, перестали бомбить, убивать, чтобы они чувствовали, у этих женщин есть родители, есть мужья, есть дети, чтобы они вот это чувствовали. Чтобы они их воспринимали как своих. И это прекратили, вот это кровопролитие. Вот что мы Всевышнего просим. А для Всевышнего это ничего не стоит. Хотя вы здесь хорошо, комфортно чувствуете, в любом случае у вас комфортно быть не может. Это просто вы хотите дагестанцы утешать, показывая, что вам хорошо. Вам хорошо будет, когда вы будете знать, что все члены вашей семьи хорошо живут. Только тогда. И дай Аллах вот этот день быстро, чтобы наступил. После теплой беседы и коллективной молитвы гостям вручили подарки и накормили обедом. Я много, что видел, было много конфликтов, то есть обострение конфликта, можно сказать, и войны. Но как в этот раз такого не было. Мы очень благодарны дагестанскому народу за теплую встречу. Естественно, когда услышали, что муфти Дагестана, чех Ахмед, хочет нас видеть и встретить, и повидаться с ними, пообщаться с ними, мы очень обрадовались. И почти все, то есть мужчины, и даже несколько детей, действительно с радостью пришли к нему. Ханзнур Магомедов, Ислам Халиков, Алясхаб Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И еще об одной встрече у муфти Дагестана, которая состоялась накануне. Шейх Ахмад Афанди и его супруга Айна Гамзатова приняли у себя представительниц организации «Сила материи», куда входят родственницы и вдовы погибших участников специальной военной операции. Встреча с духовным лидером республики, как и многие другие мероприятия, инициированные муфтиятом региона для поддержки вдов и матерей погибших участников СВО, стала особым событием в жизни гостей. В Украине наши ребята не убивают мирных жителей, не убивают женщин, не убивают детей. Они воюют с такими же военнослужащими, как они сами. И не с украинскими военнослужащими, часто с наемниками, которые туда приезжают, из других стран. Они воюют с равноценной силой. Первого дня, когда это СВО было объявлено, уже вот каждый ребенок, который из Дагестана, каждый сын, который там погибнет, за него мы, конечно, очень переживали. Ну, аль-хамду лилля, как сказал шейх, аль-хамду лилля, что они погибли в борьбе со злом. Ни пьяные, ни наркоманы, ни за кого-то проявляют, кому-то вот чужим женщинам, детям насилие, а как мужчины погибли. Мы бы хотели бы, конечно, побольше таких встреч, потому что выйдя уже сегодня, наши мамы отсюда, они улыбаются. Я думаю, что это очень многого стоит. И каждая встреча, которая в следующий раз будет происходить, они будут понимать, куда они приходят, и что они услышат в свой адрес, и что на их каждый вопрос уже будет дан ответ. Я хочу поблагодарить от всех матерей, которые погибли, сыновья, от жен, поблагодарить наш Муфтият, поблагодарить Айну Зарбековну за весь вклад, который они осуществляют для увековечивания памяти наших ребят. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи.